Решил зайти в ООО ПБО. Знаете такое ООО ПБО? ООО ПБО, оно имеет вот такой логотип в виде каких-то палочек с точкой. Ну и тут есть разная еда. Та самая работа на лето и не только ООО ПБО. Так, ну что ж, у нас тут говорят, сейчас какой у нас 20-20-20, 27 июня. Мне тут говорят, что надо надеть какую-то маску и перчатки. Честно, я не знаю, что это такое. Так. Меню. Меню ООО ПБО. Заказ пут, не отсканили. Будете отсканировать QR-код. А что за QR-код? Ну ладно, закажем что-нибудь попроще. Вот, закажем чикенбургер. Так, чикенбургер. Одну штучку добавить в заказ. Ещё А. А тут надпись почему-то не ООО ПБО, а вкусные точки. Вы не знаете, что это за место? Я честно не знаю. Я пришёл в ООО ПБО. Так. Теперь закажем простой гамбургер с говядиной. Чизбурген, гамбургер. Запажем чизбургер. Мне кажется, чизбургер будет вкуснее. Так. Тоже одну штучку добавить в заказ. На большее у меня денег нету. Так. Почему пишут вкусные точки, я не понимаю. Так. И теперь мне надо отсканировать какой-то QR-код, который есть в приложении странной организации, которая раньше занималась сетью бесплатных туалетов на России. Так. Продолжаем заказ. Куку-код я сканировал. Нажимаем Э. Э. Конечно, хочу продолжить. Да. Чё? Вот чё за техника? Даже не дождётся, пока я включу телефон. Нажимаем. Готово. У нас один чизбургер и один чизбургер. Нажимаем оплатить. Так. Где у нас там карта Мир? Прикладываем нашу карту Мир. Карту Мир приложили. Ничего. Ждём чек в этой ООО ПБО. Так. Получили наш чек. Ваш заказ номер 66. Заказ номер 66. То есть. Ну вот, я же говорю, ООО Система ПБО. Вот. Вот так, короче, выглядит этот ресторанчик, расположенный в... Где вот клиента Натальянца? ООО ПБО. ООО ПБО. Да, Система ООО Система ПБО. Я не знаю, что такое ПБО и как оно расшифровывается. И причём тут всякие вкусные точки, но приложение называется Мой Гамбургер. А не, Мой Бургер. Странный квит номинований. Ну вот, вы прекрасно видите адрес данного заведения. Ну какой, Ку-Ку-Код. Всё тут. Сумчинарём. Ну что, где там мой номер 66? Посмотрим. Ну вот так, заведение. Вроде ничего. Красненькое. Прикольно, что открыли. Давно такого не было. Ну что, ждём. Так. Всё. Получил я заказ. Вот. ООО Система ПБО. Видно прекрасно. Да, что система ПБО. Причём тут какие-то вкусные точки, я не знаю. Не, ну конечно, это я знаю, но... Немножко доля юмора. Ну что, вы перепосмотрим, что я купил. Купил я бургер... ...простой. И чекенбургер простой. Стикс. Вот сюда поставим. Блин, вот для каких дистрофиков... Ой, блин, это сделано. Таллинка. Таллинское шоссе. Так, пока я поставим на паузу. Так, ну разорвал немножко пакет, потом это мусорное швы. Так, у нас тут есть чекенбургер. Чекенбургер. Ну, нечем-то... ООО! Да вы не посмотрите-то! Тут какой-то человечек, который раньше был на упаковке Макдака. А вы помните Макдональдс? Была такая раньше контора. И последние рестораны были на вокзалах. Вот на Балтийском вокзале я видел Макдональдс. Но я давно уже его не видел в городе. Но и в отличие от... Так, ну что тут написано у них? Сэндвич Чизбургер. Ну и написано Сэндвич Чизбургер. Похож на Макдак. Вот понимаете? Да, похоже. Прямо на Макдак похоже. Как говорят, тестировать вкусную точку нужно после того, где-то через полгода, когда пройдет. А сейчас она очень похожа на Макдак. Хотя называется, конечно, это система ПБО. Ресторан. Ну, посмотрим, что по вкусу. Вроде похож на стандартный Макдак. Да и упаковка похожа на Макдак. Хоть деньг надпись-то Макдака есть. Сэндвич, буггер и Чизбургер. А, еще тут самолетики летают. Нет, про Макдак тут больше ничего слова не написано. Ну, короче, посмотрим, попробуем. Блин, ладно. Так называемый хайпажор на стандартных местах. Да. Ну, а что? Хайпадем немножечко. Так, ну вот, одна момент, который я могу сказать про эту вкусную точку, про Макдак. Ну, все мы знаем, про что я говорю. Немножко юмора троллинга у меня в начале, как бы было. Ну, так. Хайпанем немножечко. Вот эти булки. Раньше была другая булка. Потом Макдак поменял булки. Я был этому странно удивлен. Что булка стала другой. Но булка вот такая сейчас какая-то. Такая же, как у новой Макдака чеканая булка. По вкусу Чизбургер точно такой же, как раньше. Потому что, как система ПБО, наверное, работала раньше, так она и работает. Хоть и была названа Макдак. Это вам не армрест, который работает и работает, работает и работает. А эта система ПБО. Потому что в разных местах у Макдака и разные юрики. И на Таллинке была, называется, система ПБО. Ну, это Чикенбургер. Сейчас посмотрим. Бумаги стало меньше. Точнее, меньше после того, как Макдак сделал меньше бумаги. Я вообще в Макдак не часто заходил. Потому что я больше заходил в Бургеркинг. О, а тут прилетели голодные желторотики. Наверное, у них все и сушняется. Так, товарищи, воробьи. Я сам нищий. Такой же нищий. Ну, кусочек маленькой булки вам дам. А как вам бледная булка? О, налетели. И взрослые, и дети. Ну, теперь что, едим Чикенбургер. Ну и дальше. Комментарий финальный. Ну что, посетили вот эту вкусную точку. Попробовали, конечно, да. Как говорят, надо попробовать через полгода. А через полгода, неизвестно, что будет. Как они, что будет по вкусу. Потому что мне нравились раньше старые булки Макдака. Новые булки Макдака. После того, когда они их сменили, стали вот такие 50 на 50. На любителя. Вернутся ли старые булочки, непонятно. В целом, система ПБО как работала, так и работает. Ну, а наш путь идёт дальше в ленту. И на этом такое хайпанём немножечко. Система ПБО. Таллинский. О, вкусная точка. Ну. А по ценам... Чё по ценам? По ценам, по ценам, по ценам. Когда я был... А, кстати, в Макдаке на болтах так ничего и не брал. Там на болтах... Там всё значительно дороже. Лучше взять какие-нибудь перекусы, лучше в других местах. Там в магазине продуктовом можно взять просто кусок колбасы, есть колбасу и хлеба взять. Колбаса с хлебом. Как тебе такое, Илон Маск? Вот это вкусная точка. Колбаса с хлебом. Вот. Ну чё. Как-то так оно всё смотрится. Как-то так выглядит. А, только одно. Логотипчики Макдака все заклеены, замазаны. Ну и надписи, что это Макдак, нет. Но все мы прекрасно знаем, что это Макдак. А по Юрику это... О, система Бобома. Сталинский 161. Спасибо за внимание. Ну. Забыл ещё добавить, что когда я забирал заказ, никаких масок, перчаток у меня не попросили. Вопрос, что это за надпись в терминале, я не знаю. Конечно, я знаю, но... Будем говорить, что это я не знаю и вообще не понимаю, о чём они говорят. Ведь это же ничего не связывает с тем, как Макдональдс работал здесь, да и во всех других Макдаках. Было очередь на вход. Количество посетителей ограничено. Но если ты заказал через приложение, ты можешь войти в это заведение. Ну, сейчас у нас много чего поменялось, поэтому, что будет дальше, никто ничего не знает. А пока, что есть, то есть.